Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Меня зовут Русский Хован и я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о посеве семян. Казалось бы, ну какие еще могут быть секреты в посеве семян? Самое простое. Сделал луночки, посеял, заделал и жди всходов. Однако же есть и свои нюансы и секреты. Среди тех способов подготовки семян, о которых мы уже поговорили, а это обеззараживание, это повышение всхожести семян старых, например, вы можете посмотреть наше видео на эту тему, существует еще несколько способов подготовки семян перед посевом. Ну это самое известное. Например, скарифицирование, то есть нанесение механических повреждений на оболочку. Такие механические повреждения помогают воде лучше проникнуть внутрь, к зародышу и запустить процесс отделения клеток и прорастания семян. Также имеется хороший способ, который называется стратификация. Способ стратификации необходим в том случае, когда семена требуют предварительного охлаждения, причем в набухшем состоянии. Слегка набухшие семена кладут в какой-нибудь мешочек или смешивают с песком, закапывают в землю зимой, например, или кладут в снег, либо кладут в холодильник и некоторое время, там месяц, два, то и три содержат в таком состоянии. Особенно стратификации требуют семена кустарников и деревьев, ну и некоторых растений огородных, цветочных тоже. Еще есть один способ, связанный с охлаждением. Это сухое охлаждение семян. Когда сухие семена подвергают в течение одной-двух недель охлаждению при минусовых температурах. Минус 3, 5, 7 градусов, вполне хорошая температура. Например, такого охлаждения требуют семена лаванды. Они очень отзывчивы на охлаждение и гораздо лучше всходят после такой процедуры. Кроме этого, существуют и другие способы подготовки семян. Ну, например, обработка кипятком. Обработка кипятком, то есть пролили кипятком и посеяли. Или прямо по посеянным семенам пролили кипятком. Такой способ заслуживает внимания в том случае, если семена являются туго всхожими. Данный способ сродни скарификации. Также он наносит не механические, но температурные повреждения на поверхность семян, на оболочку семян. И таким образом также облегчают проникновение воды внутрь семян, что ускоряет и улучшает их прорастание. Это что касается нюансов предпоседной подготовки. Но также очень важно отметить, что есть семена, которые нужно сеять по поверхности, которые любят прорастать при наличии света. Это, например, семена петунии и бегонии. Вот их все, мало того, что они неленькие и заделывать их вообще сложно, да, то есть что там росточек этот просто не пробьет достаточно большой слой почвы. Так еще их и лучше подсвечивать. Не сильно интенсивным светом, не обязательно, чтобы этот свет был очень интенсивный. Но его наличие необходимо. Это существенно улучшит и ускорит схожесть семян и рост проростков. Также прорастание на свету любит земляника. Надо дождаться ее всходов, а затем присыпать небольшим количеством легкого торфяного грунта. И в этом случае вы получите очень хороший результат. Но большинство семян настроены на то, чтобы прорастать в темноте. Соответственно, они требуют заделки и даже установки плошечки или емкости, в которой вы посеяли семена, в темное место. В таком случае семена наклюнутся быстрее и семя будут расти лучше. Интересно, какими вы пользуетесь особенными способами предпосевной подготовки семян, которые улучшают качество ваших семенцев. Делитесь об этом с нами в комментариях. Был с вами Русский Иван. Я прошу вас подписываться на наш канал. Нажимайте на кнопку под нашим видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новости. И жду вас на нашем канале снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова